Типичная гриппозная погода сегодня вряд ли может кого-то порадовать, а вот то, что массового гриппа на Брещине нет, прибавляет оптимизма. Специалисты утверждают, что на данный момент эпидемиологическая обстановка спокойная и благоприятная, заболеваемость низкая, выявляются лишь единичные случаи гриппа. За эпидезон у нас было обследовано почти 500 человек и получено 6 положительных результатов. Из них гриппа было только 4. В этом году мы вообще очень так легко и спокойно перенесли сезон заболеваемости ории и гриппом. У нас за последние 5 лет в текущем эпидезоне были одни из самых низких показателей заболеваемости. В нынешнем сезоне брещане болеют гриппом и острыми респираторными инфекциями, реже чем в прошлые годы. Уже можно сказать, что нынешняя кампания по иммунизации населения эффективна. Ее итоги говорят сами за себя. Если в прошлом году от гриппа пострадали 33 жителя Брестской области, то сегодня эта цифра меньше 8 раз. Охват прививками, конечно, дает свои результаты, но вот что делать тем, кто оставил без внимания массовую вакцинацию? Необходимо как можно чаще мыть руки, потому что все оседает, вирус вместе с выделениями пациента выседает, оседает на поверхностях каких-то и достаточно подержаться за ручку двери и потом поднести руку, например, к носу и сразу мы можем заболеть гриппом. Соблюдать так называемый респираторный этикет. То есть, если вы заболели, обязательно нужно носить маску для того, чтобы не заразить других людей, будь то домашние или где-то в общественном месте. Также нужно в этот период избегать посещения мест массового скопления людей. Это магазины, кинотеатры, какие-то увеселительные мероприятия, в том числе и поликлинические учреждения. То есть, поликлинику желательно в этот период по каким-то плановым своим вопросам, которые можно отложить, ну, желательно не ходить, потому что сейчас идет подъем острых респираторных инфекций. Не гриппа, но острых респираторных инфекций. Вот. Далее, в этот период необходимо как можно больше принимать витаминов. Для нашей климатической зоны мы весь год делим на два периода. Это межэпидемический период и сезон заболеваемости урии гриппом, то есть тот период, когда могут регистрироваться повышенные уровни заболеваемости. Для нашей страны это с октября по май, то есть еще март-апрель этот сезон будет продолжаться и, возможно, повышенные уровни заболеваемости. О том, что грипп – грозное и очень серьезное заболевание, которое может вызвать целый ряд тяжелых осложнений, одной из которых – пневмония, сказано немало. Но если не пренебрегать вышесказанными простыми правилами профилактики, встретить солнечную весну с ее многочисленными праздниками, гуляниями и забавами можно здоровым, энергичным и полным сил.